Пасхальные блюда, куличи и крашеные яйца сегодня многие верующие принесли с собой в храмы на богослужение. Благовещение, по преданию, в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил, что у нее родится сын, который станет спасителем. Такой праздник необыкновенный, светлый, о чем-то хорошем говорит, о будущем. Хочется почувствовать этот праздник, тем более Пасха, состояние души, Бога вдохновенное, что ли. Это же мать Господа Бога, как их можно разъединить. Это одно целое, единое. Мы радуемся, это все вместе, оно и то же. При совпадении христианских дат, а в этом году Благовещение совпало со Страстной субботой, сегодняшний день поста более мягкий, разрешается есть рыбу. К субботе большинство православных уже завершили приготовление всех пасхальных блюд и убрались в доме, так как в Благовещение советуют не браться за тяжелую работу и уборку. Квартиру привела в порядок полностью, как положено, окна надо промыть обязательно, чтобы Пасха вошла в чистые окна. Ничего не делаю, ничего буквально, вот яички покрасим, кулич постряпаем, все на это. В городах и районах уже тоже все готово к встрече Пасхи. Елабужские школьники всю эту неделю мастерили пасхальные подарки, праздничные открытки и упаковки для яиц. Глаза приклеил их сюда, яйцо и подарил любому человеку. Подарок нижнекамцам сделали местные хлебопеки. В этом году на комбинате не просто испекли куличи, но и пригласили батюшку осветить их. Так на стол к горожанам они уже попадут благословенными. Благословляю, свящаюсь куличи, и благословляю, и святаго Духа ко мне, и священными отца, сына и святаго Духа ко мне. Независимо от того, что наши люди работают без выходных, как вы видите, все улыбаются, и посыл свыше, наверное, есть. Поэтому и куличи производятся с любовью, с радостью. Сегодня в храмах прошли особые богослужения. На них читали отрывки из Ветхого Завета, вспоминая весь путь Иисуса Христа к воскрешению. В Казанском Благовещенском соборе литургию провел митрополит Феофан. И дай Бог, чтобы эти оставшиеся часы, когда мы провозгласим Христос Воскресе, были бы для нас часами очищения. Поздравляю вас с праздником Благовещения и с преблагословенной субботой. Пасхальные богослужения пройдут сегодня вечером перед полуночью. По традиции, в ближайшие дни в республику должны достать частичку благодатного огня из Иерусалима. Дмитрий Айринин, Ренат Сафинер, Фалер Акипов, Айрат Шигалямов, ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин